Энергетики на российских прилавках довольно популярный товар. Бодрящий напиток стимулирует центральную нервную систему и позволяет получить заряд энергии на несколько часов. В состав энергетиков входят тонизирующие компоненты, чаще всего кофеин и таурин. Однако за рекламными обещаниями повышения работоспособности кроются и негативные последствия. Повышенная тревожность, головные боли, бессонница, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и повышение уровня сахара в крови. И этим список, увы, не ограничивается. Употребление энергетиков сулит детям и подросткам проблемы с нервной системой. Дети не всегда способны оценить вред от энергетиков, от снифинга, а именно так называется вид токсикомании, при которой дети вдыхают газ природный, который содержится в зажигалках, либо какие-то другие они могут использовать для этого приспособления. И количество смертей достигает 350 в год. Работа над законопроектом по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним началась еще в апреле этого года. Запрет вступил в силу 12 ноября. Под ограничения попали и зажигалки, а также любая продукция с природным газом. К примеру, газовые баллоны. Помимо этого регламентирован и запрет на продажу таких товаров в определенных местах. По поводу ответственности за продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним, хочу сказать, что ответственность не копеечная, то есть не совсем маленькая. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч для обычных физических лиц. Для должностных лиц указанные штрафы возрастают в 10 раз от 30 до 50 тысяч. Юридические лица за те же самые действия заплатят уже от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, уверена, распространение запрета на всю территорию страны просто необходимо. Инициативу уже поддержали депутаты Госдумы. Вопрос подготовки и утверждения законопроекта лишь дело времени. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова